Визит Ангелы Меркель в США уже комментирует и немецкая пресса. Она задается вопросом, удастся ли канцлеру наладить отношения с Дональдом Трампом. Что пишут? Расскажет Татьяна Лагунова. Это один из ее самых тяжелых визитов в карьере, а ведь у власти Ангела Меркель уже 12 лет и перевидала самых разных политиков. Так оценивают визит канцлера в США немецкие СМИ. Прагматичные и последовательные Ангеле Меркель. Нужно найти подход к импульсивному и эмоциональному Дональду Трампу. И заново наладить отношения между Европой и США. Меркель и Трамп встречаются впервые, но свое мнение канцлера Германии новый хозяин Белого дома высказывал не раз. И в соцсетях, и в различных интервью. Причем мнение это кардинально менялось. Пару лет назад Трамп хвалил Меркель, мол, она делает фантастическую работу. Потом критиковал за миграционную политику и заявлял, что она разрушает Германию. Меркель ни на похвалы, ни на выпады в свой адрес не реагировала. И именно эта рассудительность и прагматичность канцлера, пишут немецкие СМИ, может стать залогом удачных переговоров с Белым домом. В Берлине рассчитывают, что опытная Меркель, в свое время наладившая хорошее отношение с Бушем и Обамой, подберет ключи к Дональду Трампу. А пока канцлер пытается подружиться с американским президентом, другой президент делает все, чтобы с Меркель рассориться. Это лидер Турции Реджеп Таип Эрдоган. Близкая к правящей партии турецкая газета сегодня опубликовала скандальный и провокационный калаш. Ангела Меркель в нацистской форме, с узнаваемыми усиками и оружием в руках. Фото подписали фрау Гитлер. И в статье объяснили, дескать, канцлер Германии пытается возглавить европейский нацизм. А президент Эрдоган заявил, что Евросоюз развернул крестовый поход против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда, который подтвердил право работодателей запрещать своим сотрудникам носить в рабочее время хиджабы и другие религиозные символы. Не отстают от своего президента и министры. Так глава МВД Турции пригрозил Евросоюзу наплывом беженцев. Чиновник заявил, что Анкара, если захочет, будет каждый месяц отправлять в ЕС 15 тысяч человек, чтобы, цитирую, шокировать европейцев. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.